В первой части этого видео занятия мы аналитически выполнили геометрический анализ плоского рычажного шестизвенного механизма, кинематическая схема которого на экране. Мы получили таблицу результатов этого анализа при начальном положении входного кривошипа, определяемом углом в 30 градусов. Во второй части мы исследуем кинематику этого механизма, то есть изучим поведение скоростей и ускорений элементов механизма при заданном законе движения входного звена. И сделаем это аналитически, то есть графические построения будем производить только для контрольной визуализации результатов расчета. В качестве закона движения кривошипа АВ принимается его вращение по ходу часовой стрелки с постоянной частотой, равной 120 оборотам в минуту. Эта частоте вращения соответствует угловая скорость кривошипа 1 величиной 12,57 секунда в минус первой. Знак минус определяет направление вращения. В первой части этого занятия мы заменили звенья векторами и записали уравнение геометрических связей механизма в виде уравнений замкнутости для двух контуров механизма АВЦДА и АВЕФА. Представляя векторы показательной формы комплексных чисел, мы получили следующую систему векторных уравнений. В программе Маткат-11 эта система выглядит так. Если эту систему уравнений геометрических связей продифференцировать по времени, то получится система уравнений скоростей, неизвестными в которой будут угловые скорости 2, 3, 4 звеньев и линейная скорость ползуна F. Если еще раз продифференцировать по времени полученную систему, то получим систему уравнений ускорений, неизвестными в которой будут соответствующие угловые ускорения звеньев 2, 3, 4 и линейное ускорение ползуна. Последние уравнения записаны с переносом формул на вторую строку, поскольку длина формул оказалась большой. Если же систему уравнений геометрических связей продифференцировать по углу поворота входного кривошипа, то получится система уравнений аналогов скоростей, неизвестными в которой будут аналоги угловых скоростей 2, 3 и 4 звеньев и аналог линейной скорости ползуна F. Аналогом будем добавлять в индексе малую латинскую A. Система уравнений в этом случае будет выглядеть следующим образом. Решая численно эту систему уравнений для значения угла Φ1 равным 100 градусам, найдем вышеупомянутые аналоги. Напомним, что угловая скорость входного кривошипа была определена ранее и составляет минус 12,57 секунда в минус первой степени. Начальные приближения всех четырех аналогов принимаем равными единице. Затем, действуя по известному же нам алгоритму, находим искомые величины. Чтобы определить угловые скорости звеньев и линейную скорость ползуна, достаточно аналоги умножить на угловую скорость кривошипа. Как известно, угловая скорость звена является вектором, который направлен перпендикулярно комплексной плоскости и не может быть выражен в комплексном виде. Поэтому, например, угловая скорость третьего звена равна 8,44 секунда в минус первой степени, а знак минус указывает ее направление по ходу часовой стрелки. Найденное значение VFM – это модуль вектора скорости точки F, то есть ползуна, а сам вектор будет определен позднее. Теперь можно определить векторы скоростей. Вектор скорости точки B кривошипа, вектор скорости точки C, тоже для точки E, и, наконец, вектор скорости ползуна. Можно также определить относительные скорости точек звеньев механизма. Например, скорость точки C относительно точки B, то есть V, C, B. Скорость точки F относительно точки E, то есть V, F, E. Для угла F1, равным 60 градусам, или πнатрия радианам, имеем следующие результаты решения системы уравнений скоростей. Для этого значения F1 векторы абсолютных и относительных скоростей имеют вид. Таким образом, можно определить значение скоростей для любого значения угла F1. Обычно интерес представляет поведение скоростей за один цикл работы механизма, то есть за один оборот входного кривошипа. Например, если изменять F1 через 60 градусов, то расчет необходимо выполнить для шести значений F1. 0, 60, 120, 180, 240 и 300 градусов. Причем, как правило, можно при этом не изменять начальных приближений, но после расчета необходимо выполнить проверку правильности вычислений. С этой целью произведем вычисление угловой скорости, например, второго звена, для вышеназванных значений угла F1 и составим таблицу угловая скорость шатуна 2, функции угла поворота кривошипа. Построим график этой зависимости. Как видим, омега-2 изменяется плавно, без резких скачков, что свидетельствует о правильности выполненных вычислений. Переходим к определению ускорений. Если систему уравнений аналогов скоростей продифференцировать по углу поворота входного кривошипа, то получится система уравнений аналогов ускорений, которая появилась на экране. Неизвестными в системе уравнений будут аналоги угловых ускорений 2, 3 и 4 звеньев и аналог линейного ускорения ползуна F. Обращаем внимание на то, что уравнения системы записаны с переносом на вторую строку. Если теперь задать начальные приближения аналогов, записать служебное слово given и добавить оператором find, то получится программа определения аналогов ускорений. Вычислим аналоги для угла φ1 равным 100 градусам. Если аналоги умножить на омега-1 в квадрате, то получим реальные ускорения как угловые, так и линейные. Находим ε2, ε3, ε4 и АФМ модуль вектора ускорения точки F. Теперь можно найти ускорение характерных точек механизма. Для точки F имеем вектор ускорения точки B, затем C и, наконец, ускорение точки E. За кинематическим анализом следует силовой, в котором нам понадобится ускорение центров масс звеньев. Нашей задачей необходимо определить соответствующие векторы ускорений точек S2, S4 и S5. Ускорение центра масс треугольного шатуна 2, ускорение точки S4, и ускорение ползуна, или что тоже, ускорение точки F. Зададим углу Φ1 значение, равное π на 3. Соответствующее решение системы уравнений аналогов ускорений появилось на экране. Далее следует ускорение характерных точек механизма. Итак, задача определения скоростей и ускорений решена. В зависимости от поставленной задачи можно или определять скорости и ускорения механизма для конкретных значений угла Φ1, или изучить поведение кинематических параметров механизма за один цикл его работы, то есть за один оборот кривошипа АВ. Как мы это сделали с геометрическими параметрами в первой части этого фильма? Продолжение следует...